Грех смотрел им в лицо, и поэтому они не осмеливались смотреть в лицо смерти. Хорошо сказано, правда. Добрый день, дорогие друзья! Я рада новой нашей встрече, и да благословит её Господь. Я откладывала этот рассказ неоднократно уже, но сегодня время для того, чтобы им поделиться. И я уверена, что он не оставит равнодушными тех, кто дослушает до конца. Очень интересная и поучительная история, рассказанная нам в шестой и седьмой главах книги «Судей». Да, Бог есть любовь. Любовь и милость. Но в Библии есть слова, которые Господь произносит, и которые могут показаться человеку, что ну как это так? Как? Бог любит, Бог есть любовь, и Бог ненавидит. Мы в мире с вами говорим, что от любви до ненависти всего один шаг. Может быть, это можно как-то связать с ненавистью Господа, но никак не к человеку, никак. Он нас очень и очень любит, мы Его творение, причём самое совершенное из всего, что Он сотворил. Но Бог ненавидит грех. Он ненавидит грех. И идолопоклонство, о котором я неоднократно рассказывала и подтверждала всё это словами из священных писаний, Он реально просто ненавидит. И когда вчера я поговорила с одной из моих близких подруг, у меня их немного, но они есть, И Оля мне говорит, Наташа, ну зачем я вот, ну что вот я сделала, взяла, что-то как-то взяла, тут эту гриппозную прививку воткнула себе против гриппа. Ты знаешь, я не могу теперь ничего есть, я не могу ничего кушать, мне всё каким-то дерьмом отдаёт. То есть я, говорит, такую вкусную квашеную капусту сделала, бежала с работы, думала, ну вот сейчас вот я её покушаю, я её не могу есть, отвратительный запах, просто отвратительный, я, говорит, ничего не могу есть, всё опротивило. И сегодня, когда я читала Писание, когда я готовилась к нашей с вами встрече, вот всё вот это идолопоклонство, вся вот эта ритуальность, вся вот эта религиозность, надуманное, напыщенное, всё, что человеком навязанное, Бог ненавидит это, Бог это ненавидит. И вот в таком идолопоклонстве в один из периодов своей жизни пребывал Израиль. То есть у нас, понимаете, всё какими-то вот периодами, вот уже когда вот подпирает, да, когда уже не просто аппендицит, а когда уже перитонит, уже всё, уже вау, тогда взываем к Богу, только тогда. А пока, значит, ещё как-то терпится ещё как-то там что-то где-то. Ну я тут как-то сам, я пойду тут туда-сюда, только не к Богу. И вот в шестой главе книги Судей мы с вами читаем о том, как опять на семь лет, на семь лет, просто в руки моавитян, Господь опять отдаёт Израиля, «Ну не хотите жить со мной, ну не хотите, ну всё». И те их грабили, и те, что хотели, делали. Они не противостояли вообще уже им. Они смиренно там прятались там, лишь бы только они там у них не оттяпали всё последнее. Причём моавитяне, несмотря на то, что это просто были, как я не знаю, какие-то... Их просто очень много было, как написано в Библии, как саранчи. Саранчава очень часто у нас встречается в Писании, это именно как бы олицетворение, количественное такое вот олицетворение. Причём не только в численности людской, там, либо коней, либо ещё чего-то, а в том числе и ересей, тоже как саранчава. Вот сейчас у нас, знаете, сколько ересей. Всё это тождественное именно саранче. И они, ну, бандиты, натуральные бандиты. С ними справиться просто щелчком одним. И только если бы Израиль бы к Богу обратился. Но они от них прятались. Они всё, значит, лишь бы, лишь бы, только, только... И вот так вот семь лет, представляете? Вот семь лет вот так. И они дадут им вырастить. Израиль всё пашет, всё выращивает, всё у них там, всё взошло. Урожай собрали, те пришли, всё забрали. Вот так вот. Всё забрали. Поэтому они пытались какие-то, какие-то сделать, не знаю, там, загашники себе, чтобы там не нашли, чтобы для себя что-то сохранить где-то как-то. В общем, жизнь была не сладкой. И вот так вот семь лет. Так вот, по поводу ненавижу. В Исаии, это два пророчества. Книга Исаии, 61 глава, 8 стих. Господь через Исаию говорит, ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине и завет вечный поставлю с ними. То есть он ненавидит. Он ненавидит ни грабительство с насилием, ненавидит он. Слово ненавижу, ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу, ненавижу грабительство с насилием. Еремеев в 44 стихе пишет, я посылаю к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра, то есть он обращается к народу. Я посылал вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу. И дало поклонство. И дало поклонство. Вся эта ритуальность, все, что нас отвлекает от истины, все, что уводит человека от истины. Ну а дьяволу, он же, ему лишь бы это, чтобы нас загрузить всем вот этим. И все, и человек начинает впадать в эти ереси, и уже от истины далеко-далеко от истины. И вот в суде, в 6 главе, с 6 стиха мы читаем. И весьма обнищал Израиль от Мадионитян. И возопили сына Израилевы к Господу. Ну то есть уже совсем приперло. И когда возопили сына Израилевы к Господу Мадионитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им. Так говорит Господь Бог Израилев. Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас от руки египтян и из руки всех угнетавших вас. Прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам Я, Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали глаза моего. То есть он им напоминает. А дальше и пришел ангел Господень и сел в офре под дубом, принадлежавшим Иоасу, потомку Ивезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в Тачили, чтобы скрыть от Мадионитян. И вот Господь же слышит в Азапиле, и Он отправляет, Он отправляет пророка, ангела Господень, ангел Господень. И вот в 11 стихе мы читаем. И пришел ангел Господень и сел в офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Ивезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в Тачили, чтобы скрыться от Мадионитян. Ну, Господь никогда не оставляет молитву народа своего, детей своих, без внимания. Никогда не оставляет. Но Он им напомнил, Он им напомнил. Мне всегда это, вот я не знаю, у меня вот Сильва, кошка, не знаю, у меня такое вот всегда, какое-то переключение, что, как кошку, которая вот нагадила не там, где надо. Он все время, пул, туда башкой, понимаете, вот. Вот, на самом деле, я не знаю, но кошка понимает. Кошка понимает, человек не понимает. Человек не понимает. И вот такой стыд, когда ты это знаешь, четко знаешь, но ты это не выполняешь. И когда тебя подпирает, и ты начинаешь молить о пощаде, и тебе напоминают вот это вот все. Это воля Божья. И мы тут ничего, даже и рассуждать на эту тему нечего. Он напоминает и правильно делает. Как кошку в ее дерьмо. Потому что это, извините, вы тут наделали делу. Я что ли вам сказал это делать? Сами? С усами? Вот так вот. В послании к кремлинам, в первой главе, в 25 стихе написано. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца. То есть, когда человек служит Господу напрямую, напрямую общается с Богом, у него проблем не бывает. Я имею в виду проблем, с которыми он бы не справился. То, что возникает у нас здесь в мире, это естественно. Господь сразу же приходит на помощь. Но тогда не нужно 7 лет ждать, пока ты вот так вот весь не огреб. Пашешь, пашешь, пашешь. Модельники, они пришли, все забрали и сидят дальше. Опять все распахали, опять все, значит, засеяли, опять, значит, в поте лица все это собрали. Те пришли, опять все, все захопали. И Израиль, народ Божий, не восстает против вот этого вот, вот все, вот этой саранчи, которая все время, этот народ все время приходит, у него все забирает. Вообще поразительно вообще, до какой степени вообще человек, вот, не понимаю я, я не понимаю. Бойтесь Бога, и вам не нужно будет бояться их, это точно. Если бы Бога боялись, то никого бы другого не боялись. Бога надо бояться. И вот Гедеон, к которому пришел ангел, он там, значит, молотит эту пшеницу, пытается там что-то где-то спрятать. Ангел к нему приходит. И вот Гедеон, он из одной из самых бедных семей, самый младший в семье был сын. И вот к нему ангел. Вы сами прочитаете, если вам интересна эта тема, это все описано в 6 главе, потому что он не мог просто поверить, что ангел ему говорит, Господь тебя ставит, чтобы ты спас народ. Тебе нужно положить этих младеонитян, и ты победишь их. И ты победишь, Господь будет с тобой. И он там, и все, и вроде бы как не... Да я, да что, так же, как Моисей тогда, да я же такой косноязычный, куда там я, что, народ за мной не пойдет. Вот все время народ гундит, все время гундит. И Господь сказал, я с тобой буду, я буду с тобой. Ну ладно, Гедеон, значит, ты мне вот это вот, ты мне, как бы вот знамение мне надо, вот я вот все-таки все, ну ладно, на тебе знамение. В конце концов Гедеон понимает, на самом деле, после всех этих знамений, которые описаны, он понимает, что ему нужно действительно поднимать народ. Вот, Господь с ним, и он избавит, избавит Израиля от младеонитян. И вот мы с вами в шестой главе, прежде чем все это перейдем к седьмой главе, где основная мысль, к которой я вот все подхожу. Они же, Израиль поклонялся же идолам, то есть там погрязли, я говорю, погрязли вот по самые уши, по самые уши. И он разрушает и жертвенник, валу, и дерево, типа священное, которое рядом росло. И вспоминается все вот это, там, построить дом. Был у меня давно-давно, был сюжет, потому что Бог не открывал. Я сразу же делилась. Построй дом, вырасти дерево, да, роди сына. Это все в духе надо воспринимать. Человек понимает, что вот мне нужно, вот что вот я, мужчина тоже. Да у меня ни кола, ни двора, какую я буду семью заводить, значит, там все. Ну не заводи, не заводи. А то завел семью, а потом начинает роптать и все остальное. Но здесь о другом, совершенно о другом. И дом, это храм собственный, нужно церковь свою собственную построить, чтобы Дух Святой в теле человека жил. И дерево, это совершенно, это надо в духовном понимании это все воспринимать. И он этих идолов всех он разрушает и срубает это дерево. Типа священное дерево, которому все там ходили, поклонялись, там, и все остальное. И после этого всего, конечно, там разборки были, кому интересно, тот прочитает. Но вот в 6 главе, в 33, с 33 стиха мы с вами читаем. И все, Мадеянитяне, Амалекитяне и другие восточные племена собрались вместе, перешли Иордан и встали лагерем на Израильской долине. И Дух Господень объял Гедеона. Он протрубил в рог и призвал род Авиезера следовать за ним. И Гедеон разослал гонцов ко всем потомкам Манасий и призвал их последовать за ним. Послал он гонцов в Кассиру, Завулону и Нефалиму, и они пошли и примкнули к нему. Но по сравнению с противником, вот с Мадеянитянями, с Амалекитянами, всеми этими, это было очень-очень мало по сравнению с противником. Там, я говорю, как саранчей в Библии написано. Но у нас есть стихи в Священном Писании. Псалом 145 нам говорит. «Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения, ибо проклят человек, надеющийся на человека». В Исаии во 2 главе, в 22 стихе мы читаем. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» В притчах 28-26 «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». А начало мудрости – страх Господень. То есть, если мы будем бояться Господа, а не этого мира, не вот этих вот полчища этой саранчи, мадеевитянских всех этих, то тогда все время мы будем в поражении, мы все время будем побиваемы. Мы не одержим победу. Не одержим. Одержать победу можно только с Господом. И вот судьи, 7 глава. Иеровал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились в станах у источника Хорода. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма Море в долине. И сказал Господь Гедеону. Ой, вот когда читала, еще первый раз думаю, ну надо же, как вообще, вот почерк Господа, ну он потрясающий. Во-первых, он Гедеону сказал, где расположиться с Таном. И они расположились так, чтобы все люди, которые были, примкнули к армии Гедеона, чтобы они видели, вот сверху, как бы, всех вот этих вот противников. Их количественный состав. Их там со всеми, вот, орудием их, все, что было, они видели, вот эту просто тьму. Потому что, когда в Библии читаешь, вот саранча, она солнце закрывала. Вот когда летит, вот саранча, реальная саранча, я сейчас говорю, вот семантика. Они даже вот это вот, вот, солнце закрывало, и темень на земле, вообще. Вот, вот, и тут вот они смотрят, вот это вот количество народа. Господь специально Гедеону говорит, и вот тут вот, вот тут вот нужно расположиться с Таном. И вот мы во втором стихе читаем, после того, как вот они расположились. И сказал Господь Гедеону, народа с тобой слишком много. Вообще вот, как Господь велика. И сказал, народа с тобой слишком много. Не могу я предать Медеонитян в руки их, чтобы они, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал, моя рука спасла меня. Вы представляете? Не могу я. Не могу я предать Медеонитян в руки их. Ну, вот написано в Писании, не могу. Господь просто не хотел всего этого делать. Он все может. Он все может. Но написано, не могу я предать Медеонитян в руки их. Твоего вот народа в армии, Гедеону говорит. Чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал, моя рука спасла меня. То есть, если много будет в армии народа, и они одерживают победу, они возвращаются с победы в Израиль, и что говорят опять? Опять гордыня, все, все в мозгах. Это я, это я, 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 я придумал все, как лягушка-путешественница, и шмякнула из болота опять. Ну и к чему это все? Семь лет, значит, вот этого вот всего вот ужаса, то, что вот они там переживали. Они, значит, все начали блеять, начали взывать, начали молиться к Отцу Небесному. Он, значит, все, хорошо, ладно, все, давайте, все, сейчас помогу. И они бы опять сказали, гордыня бы, это самое, опять в бочину все это, в ребро. Бесовщина. Это не Господь, это я, нас так много было-то, а? Ой, и вот она гордыня. Вот вспоминаются стихи Галатам 6.3. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Галат 6.3. Второе Коринфянам, 10 глава, 17-18 стих. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Сочтет нужным, Господь похвалит тебя. Нет у нас здесь вообще в мире справедливости. Чего мы ее ищем здесь? И похвалы тоже. Не надо ее искать. Если Богу будет угодно, Он похвалит. Он все сделает. И будет тебе и здесь на земле, пока живешь. Но это только Его воля. Его воля. Дальше. И 1 Иоанна 2,16. «Ибо все, что в мире — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего». Этот стих мы все с вами знаем. Постоянно его цитируем, этот стих. Он такой мощный. «Все, что в мире — похоть плоти, похоть очей и гордость житейской, не есть от Отца, но от мира всего». Вот от этого мира халдейского. И 1 Коринфянам 1, 28-29. И незнатная мира, а уничиженная, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. И вот подтверждая то, что Господь сказал, а Господь нам произнес это во втором стихе 7 главы книги Судей, чтобы Израиль предо мной и не сказал, не возгордился Израиль предо мной и не сказал, моя рука спасла меня. И вот мы читаем дальше, с 3 стиха. Итак, провозгласив слух народа и скажи, то есть он говорит, наговато тебе, да? Гидеон, конечно, стоит, вот все это, и Господь ему говорит. Провозгласив слух народа и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада, там, где они расположились в Стану. То есть кто робок, боязлив, идите домой, идите с миром, идите, возвращайтесь домой. И возвратилось народу 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. Значит, 32 тысячи было, изначально было 32 тысячи. И вот 20, 22 тысячи возвратилось. То есть люди посчитали, что, ну, робкие, боязливые, да нам и зеленый свет дали, ничто нам за это не будет, предложили идти с миром. Ну, они и пошли. И сказал Господь Гидеону, Эх, все еще много народа, вы представляете? И 10 тысяч много, все еще много. Веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет. И привел, он привел народ к воде. То есть Господь указал, Гидеон повел, все 10 тысяч повел к воде. И сказал Господь Гидеону. Ну, Гидеон говорит, Господь, я привел, я выполнил. Что дальше делать? И вот Господь говорит Гидеону. Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Также и тех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. То есть особо ставь, кто будет лакать. И также тех, кто будут наклоняться на колени свои и пить. То есть как бы их разделить. Одних сюда, других в другую сторону. То как пес особо ставь. И было число лакавшир том своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. Вот когда вот читаешь Писание, вот настолько внимательно надо. Вот я читаю с руки. И было число лакавших ртом своим с руки. Не с рук. Не ртом. А с руки. То есть и не с двух рук. А с руки. С одной руки. И вот я представляю сразу, вот визуализирую все это. Могу воспроизвести вот эту картину. Как они около этого водоема, эти 10 тысяч расположились. Уж как там отбор был, как там Гидеон все это успел заметить, я не знаю. Вот я не знаю как. А мне это и знать не надо. Вот Господь сказал вот так вот. Значит Господь там вмешался и как-то все это поделил. Он все это видел. Вот не об этом сейчас речь. Но я просто представила себе, вот воины, он говорит им, что мы сейчас будем, вот выступать будем. Вот отправил уже часть. Все, кто робкие, все, кто страха боится, идите домой, кто не уверен в себе. И эти 10 тысяч, они уже, они все, припоясались и как бы готовы. Готовы к сражению. А он говорит, пойдемте на дорогу воды попьем. Что уж он им там говорил все. То есть они, по идее, уже знали, что они должны выступать. То есть пойти в сражение. И вот с одной руки. Что делала вторая рука? У тех, которые лакали с одной руки. То есть зачерпывали и как бы делали это, скорее всего, быстро. Потому что что в ладони может там остаться? Мало чего останется в ладони. Вторая рука наверняка была, держалась за оружие. И Господь, видя вот это вот все, что они, даже не так важно им попить на дорогу. Ну, то есть как бы плод свою ублажить. Там же жарище. Израиль. Жара же. Как то, что они готовы выступить в сражение. То есть готовы вступить в сражение. Не вступить в сражение. И вот он Гедеону все это сказал. Следи, наблюдай. Вот как-то вижу вот так картину. А те, которые, значит, на колени встали, скорее всего, просто припали прямо ртом к воде и пили, захватывали как бы воду прямо ртом. Не с руки, а прямо ртом. То есть можно, конечно, рассуждать на эту тему. Но Господь сказал взять тех, которые лакают. Для которых нужно быстро, 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 быстро. Уж там что попадет, то попадет. И где вторая рука, не знаю. Но он сказал, вот эти триста с тобой и пойдут. То есть из этих десяти тысяч только триста лакали с руки. И вот шестого стиха. И было число лакавших ртом своим с руки триста человек. И весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону. Тремястами лакавших я спасу вас и предам, мадианитян, в руки ваши. А весь народ пусть идет каждый в свое место. Он и остальных тоже отправляет всех домой. И взяли они с ясной запас у народа себе и трубы их. И отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам и удержал у себя триста человек. Стан же мадианский был у него внизу долине. Вы только представьте себе из десяти тысяч девять тысяч семьсот девять тысяч семьсот у которого был съестной запас с собой трубы с собой и взяли они с ясной запас у народа себе и трубы их и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам. Вот эти триста они должны были каким-то образом еще каким-то образом и вот этот весь съестной запас как-то где-то что-то я не знаю на себе ли либо какое-то сделали там укрытие где-то мы не оставляли и трубы это получается если разделить не знаю я в математике слаба если разделить девять тысяч но это я смогла отнять девять тысяч семьсот если у каждого даже по одной трубе это же сколько нужно на себе труп нести вот этим трем стам воинов которые остались Гедеоном и с которыми Господь дал слово что они победят Мадьянити ну это можно конечно там нам рассуждать все это но я так думаю что как бы возможно это даже какую-то сложность для этих воинов ну добавилось у них и еще более сложности каких-то иначе бы ну отпустили бы со съестным и с трубами ну идите идите уже они же тоже были экипированы как там положено у них эти триста человек ой в общем Библия потрясающая книга и вот дальше мы читаем с вами вот стан Мадиамский был у Гедеона внизу в долине и вот с девятого стиха в ту ночь сказал ему Господь Господь встань сойди встан и я предаю его в руки твои и если же ты боишься идти один то пойди встан ты и фура слуга твой и услышишь что говорят и тогда укрепятся руки твои и пойдешь встан и сошел он и фура слуга его к самому полку вооруженных которые были встань Мадианитяне же и Амаликитяне и все жители Востока расположились в долине в таком множестве как саранча верблюдам их не было числа много было их как песку на берегу моря тоже вот удивительно да вот Господь опять же ежели боишься идти один то пойди встан ты и фура слуга твой Господь говорит Гедеону казалось бы тоже вот читаешь ведь Господь ему сказал я буду с тобой ничего не бойся я буду с тобой но мы плотские я вот читаю когда все равно это чисто какой-то ну не знаю какой-то физический вот такой какой-то страх а может быть и не потому сказал Господь так а чтобы ни один Гедеон услышал то что будут говорить встань противника дальше не буду читать если вам интересно как победил Гедеон всю эту саранчу весь этот народ вы сами прочтете но просто получается что скорее всего иногда у нас даже такое возникает я это вообще слышала я это видела это точно это точно было вообще это со мной было и Господь ему говорит ты слугу возьми с собой не воина не воина он же ему говорит слугу если же ты боишься идти один скорее всего здесь именно не из-за страха того что Господь с ним Гедеону чего бояться а скорее всего именно то какую стратегию потом он выберет благодаря тому что он спустится встан к врагу то есть это же разведка он его отправляет на разведку и отправляет самого Гедеона и говорит ну возьми тогда слугу свою чтобы у вас двое было чтобы вы вдвоем слышали то что там вы услышите и тогда вот это услышанное оно будет взято на вооружение как мы говорим возьмем это на вооружение и это извините не пулеметы и не гранатометы а это именно информация которую они получили там и все и победа в руках так что друзья дорогие будьте благословлены всего вам самого доброго спасибо Господу за это время за это время за это слово за это чудо у нас очень пасмурно в Красноярске в день у нас очень пасмурно 300 вот это будет нормально никто не помешает а когда я услышала об этом я шла на работу это было наверное на дни 20 назад недели 3 точно я шла на работу и рассуждала о том Наташа что ты все делаешь сама ну что ты все делаешь сама ну есть же люди которые прекрасно все это сделают они профессионалы почему ты делаешь это сама ты не профессионал но предоставь это профессионалам пусть они это сделают пусть они это сделают ну видите как мне же надо чтобы он человек этот чтобы он был единомышленником это очень сложно это очень сложно поэтому если в одном духе тогда тогда это легко если СМЕР А так и получается, что если просто человек добр, душевный, всё, он сделает всё, но тут мало одной душевности, здесь нужна духовность, духовность нужна. И вот тогда я размышляла, рассуждала, и вот в этих трёхстах, которые остались с Гедеоном, как бы он мне показывает, что ты сегодня справляешься и одна, потому что я с тобой, ты справляешься. И на определённом этапе всё, что нужно, я тебе дам. Я тебе всё дам. Он меня как-то, не знаю, ободрил, утвердил меня ещё больше в том, что надеяться нужно только на Бога, только на Бога. И тогда всё устоит, и ты будешь успешен во всём, в каждом своём шаге, чего я вам всем желаю. Да благословит нас Господь, Отец, Сын и Господь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»